Бульдогу Сэму пришлось пережить много невзгод. Сначала его оставили любимые хозяева, которым он служил верой и правдой целых восемь лет. Люди решили переехать из Екатеринбурга в другой город и не смогли взять с собой четвероногого друга. Поэтому пса в солидном возрасте сдали в один из приютов Екатеринбурга, правда, наняли для него куратора, который обязан был присматривать за псом лично и устроить его дальнейшую судьбу. Был заключен договор, в соответствии с которым у собаки должны быть самые лучшие условия для проживания. Бульдогу начали искать новый дом. Отбор был строгим, для пожилого пса выбирали самых надежных хозяев. Сотрудница приюта рассказывает, Сэма не хотели отдавать в съемное жилье, в молодую семью или в семью с низкими доходами, бульдогу нужно правильное дорогое питание. Поэтому когда, наконец, нашлась хозяйка, приятная женщина Галина Лисаченко, подходящая по всем параметрам, за Сэма искренне порадовались, старичок проживет оставшуюся часть жизни в любви. Упитанный бульдог отправился в новую семью. Его кураторы рассчитывали на то, что питомец будет окружен любовью и заботой. Все искренне надеялись, что Сэм счастливо проживет остаток жизни. Поначалу никто не беспокоился. Кураторы часто звонили новой хозяйке бульдога и интересовались его самочувствием. Ответ Галины всегда был примерно таким «все хорошо», «дети в нем души не чают», «я справляюсь». Оснований не верить женщине не было, она всегда вежливо разговаривала, была опрятно одета, да и вообще о ней складывалось положительное впечатление. Сэма нашли в сугробе. Животное замотали пеленкой и выбросили на мороз. Несчастную собаку нашли двое влюбленных, случайно заметив шевелящийся «сверток». Зоозащитники написали заявление в правоохранительные органы с просьбой привлечь бывшую хозяйку Сэма по статье «Жестокое обращение с животными». К сожалению, пока что дело не сдвинулось с мертвой точки. Правда, сама Галина обрисовала ситуацию иначе, в нашей семье трое детей и двое взрослых, которые обожали эту собаку и носили ее на руках. Последний год она постоянно болела, нам никто не помогал, а последние дни Сэм вообще не ел и не пил. Дети, да и мы с мужем, постоянно переживали, на него было больно смотреть, пес умирал. А сегодня утром я встала и поняла, что Сэм скончался. Чтобы не пугать детей, мы вывезли труп на улицу, да, растерялись, в нашей жизни впервые такая ситуация. Я не представляю, как Сэм мог ожить, мы были уверены, что он умер. Забрать его сейчас обратно мы уже не сможем, детям объяснили, что он умер, это будет для них шоком. И, увы, у нас сейчас тяжелая финансовая ситуация, поэтому помочь оплатить его лечение у нас, к сожалению, тоже не получится. Видимо, женщина забыла, что собака – это огромная ответственность. Остается неясным, почему же она не попросила помощи у волонтеров. Почему собаку выбросили на улицу в пеленке? Бог ей судья. Сэм потихоньку приходит в себя, поправляется и по-прежнему ждет своего человека. Волонтеры в несколько раз ужесточили требования к отбору хозяев. Люди все еще надеются, что пес сможет счастливо встретить старость. А как ты считаешь, можно было, не заметить, что пес был жив и выкинуть его на улицу.